друзья всем здорова с вами как всегда алексей крылов мы находимся на борту самолета который летит египет город марсалом высота примерно около 9000 метров скорость 950 километров в час вот информацию сказал я нахожу с ниссан самый легендарный я сергеевич всем привет в этом видео я покажу подробно что происходит в аэропорту марсалом сейчас уже прийти мы будем покупать мобильную связь на борту самолета нам раздали декларации здоровья первый раз мне дали миграционные карточки сейчас мы это вспомним обычно мне карточки давали всегда то есть по предмету а тут вот удобно далее сейчас будем заполнять анкеты заполнили самое главное когда едете в любое путешествие берите с собой ручку вот илья молодец я даже забыл ручку я ему написал возьми ручку вот я взял уже пол самолета пользуется да реально вот все кто округ нас заполняют наши ручки так что я за это по доллару беру с людей ну да правильно а а Приземлились. А ну Илья, давай первый захлопай. А ну вы нашли картины по такому аэропорту Миста. Вот. Ой, ну а сейчас залышайте. Так, ну что, сейчас получается на выходе будут смотреть тесты на вирус. Их смотрят буквально очень быстренько. Вот. То есть никакие QR-коды там не сканировают. Насколько я расцветал ни разу не было. Сейчас как здесь я это расскажу. И получается будут собирать вот эти карты. Декларация здоровья. А миграционные карты это уже потом. Нам с Ильей повезло. Мы находимся в самом конце самолета. Поэтому стоять будем реально очень долго. Это уже проверено. Получается на выходе из самолета стоит врач. И проверяет у всех тесты. Вот. И мы тут получается стоимся в самолете. Вот. Но социальную дистанцию мы не соблюдаем. Правильно? А это получается? Если я типа не выпустил тесты, то не выпустят из самолета? Не, выпустят. Надо за 30 баксов тут делать тест. А. А потом сидеть в отеле и ждать результата. А. Вот так вот. Получается после приземления еще надо 20 минут где-то постоять в самолете. Ну что, добро пожаловать в Египет. Очень тепло. Сейчас выйдем. Тепло, да. Там на дату, наверное, самое главное. Имя вообще не... Ну, то есть с паспортом. То есть это такое. Вот. Ну, это уже я третий раз летаю с тестом. По-моему, третий, да. И никогда его так, ну, тщательно с паспортом, никогда его имена не сравнивают. Просто смотрят на дату. Никогда не сканируют QR-код. То есть все очень, ну, так, быстренько. Получается, забрали декларацию о здоровье, а тесты остаются у нас на руках. А зачем мы еще где-то их будем использовать? Ну, может быть, когда будем заселяться в отель, там тоже могут спрашивать. Ну, а так, и когда, например, мы можем куда-то в Уфсор ехать, например, на какие-то экскурсии, тоже иногда могут просить вот эти тесты. Ну, они же там типа три дня, по-моему. Не-не, это три дня для въезда в границу. А-а-а. Ой, то есть для въезда в Египет, а потом, хоть ты тут 20 дней, все равно надо, чтобы эти тесты у тебя были. То есть они всегда должны быть у вас. Сейчас мы уже едем в здание аэропорта и там будем покупать визу. Стоимость визы 25 баксов. Просто подходите в окошко, даете паспорт, 25 баксов, он клеит наклейку и все. Все, мы зашли в здание аэропорта, проверяют температуру. Ага, здесь покупаем визу за 25 баксов, вот очередь. Видите, окошко банка, банк миссер пишет. Тут ничего не заполняем, просто даем 25 баксов и паспорт. А он сам туда все клеит, это секунда времени. Аэропорт маленький, получается здесь вот в окошко клеят визу, а там уже находятся пограничники. Вот видите, там уже проверяют все, то есть все очень быстро. После того, как вклеили визу, берем миграционную карту и паспорт и идем к пограничнику и все. А? Вот она карточка, да. Все, мы прошли весь контроль. Здесь, получается, на выходе сразу стоят стойки с мобильной связью. Так, пишет, 18 дигевов стоят 12 долларов. Ну, сейчас тут весь прайс можно почитать. Но мне сказали, здесь очень плохая мобильная связь в Марселлане, поэтому надо брать Водофон. Мне посоветовали, потому что эти салат что-то не везде ловят. Но я не знаю, где тут стойки Водофона. Давай заберем вещи. Так, вот они вещи. Где-то тут моя сумка должна быть. А, вон она стоит, ее уже вытащили. Вон моя сумка, чей-то самокат. Видите, самокаты вечно валяются в аэропортах везде. Так, все. Взял. Короче, здесь стоит стойка, только эти салат. И только 18 гигов за 12 долларов. Все, больше вариантов нет. Это не без лимит, да? А? Это не без... Нет, 18 гигов. И никаких Водофонов здесь, больше ничего. Нет, только эти салат. Ну, короче, берем эти салаты. Я говорю, можно 50 гигов. Он говорит, нет, только 18. Я не знаю теперь, как буду грузить видосы. Да, да. Ладно. Может, 18 хватит и посмотрим. Хотел купить интернет. Он спрашивает, как называется отель. Потому что тут отели разбросаны по всей территории. И связь здесь ужаснейшая. Я когда сюда ехал, я, в принципе, подозревал, что у меня, наверное, не получится отсюда выкладывать видео. Вот. И он... Я ему сказал, как называется отель. Он сказал, что связь очень плохая. То есть, не надо покупать. И я ничего не купил. Вот такие дела. Короче, я без интернета. Но он сказал, можно пользоваться интернетом на ресепшене. Ну что, мы вышли из аэропорта. Так. Мы, получается, трансферы не заказывал. Мы будем ехать общенько. Да. Гранд Марса. Джаз. Джаз Гранд Марс. Номер 10. А, номер 10. А, спасибо. Короче, коротко про аэропорт. Мобильной связи, кроме эти салата, не продается. Эти салат тут ловят очень плохо, мне сказали. Спасибо. Вот. Короче, с интернетом реально проблема. Посмотрим, какой интернет будет в отеле. Но, как показывает практика, интернет в египетских отелях очень ужасный. Поэтому это вообще, конечно. То есть, в аэропорту видите, вообще ничего нет. По сравнению вот с аэропортами Хругады, Шармы, то есть, я просто в шоке, честно сказать. Вот он, аэропорт. Он очень маленький. Все, в принципе, тут быстренько так происходит. Ищем наш автобус. Сейчас 6 часов утра и где-то по температуре 30 градусов. Очень жарко. Днем будет просто пекло. Так, 10 автобус. А, 27-й? А, все, спасибо. Да. Да, вон 27-й. Очень жарко. Солнце прям активное. Просто. Забрасываем наши чемоданы. И будем сейчас кататься по отелям. Да нет, я думаю, я же, мы смотрели тут вообще, Just Grand. Да. Сейчас градный слез. Ну да. Так, все. Сейчас посмотрим, как будет нас возить трансфер. Вообще, я вот когда в Хругаду прилетаю, в Шарм, есть компания Full Trip Cigip. Они, получается, работают по всему Египту. И там можно заказывать трансферы. Самое главное, заказывать экскурсии. Экскурсии там очень дешевые. Вот я вам советую, когда летите, я оставлю ссылку под видео. Перейдите на сайт и посмотрите, какие там экскурсии. То есть, элементарно. Я вот приводил пример. В Хругаде ездил. В отеле мне оранжевый остров за 50 баксов продавали. Ну, предлагали. У них 25 он стоит. И вот все программы, то есть цены там реально практически чуть ли не в два раза ниже от тех, что предлагают. Поэтому сэкономите кучу денег. Самое главное, что заказывать экскурсии можно онлайн. И не нужно делать никаких предоплат. То есть, оплачивайте тогда, когда вас уже забирает транспорт на экскурсии. Это прям очень удобно. Все, мы уже сидим в автобусе. Вот, автобусы большие. Но я вот... Получается, какой минус? Если вот в Шарфургаду летите, реально очень классно брать транспорт, потому что вы только вышли из отеля, вас уже сразу встретили. И вы через 5-10 минут уже находитесь в отеле. Здесь вот мы стоим, кого-то ждем. Сейчас кто-то там пока заполнится автобус. Пока мы поедем. Пока мы доедем до нашего отеля. Короче, это очень много времени занимает. Вот так вот. А так обычно я всегда вот только вышел. И уже там 7 минут. И уже в отеле. То есть, так вот. Все, мы отъезжаем. Я, короче, еще с прошлой поездки у Дианы на сим-карте оставались гигабайты. Я взял ее карточку на всякий случай. Я предчувствовал, что здесь будут проблемы с интернетом. Потому что если посмотреть на карте, здесь вообще эти отели разбросаны. Среди пустыни в радиусе, там, 120 километров, по-моему, говорили. Вот, ну, проверю, будет там эти салаты работать. Так, всеми, здравствуйте. Уже в обществе спереди у нас в Марсален. Да, другая жена, это в Суношней Египет. Так, уважаемые, если вы не смели провести свои часы, то прямо сейчас сделайте это, так как весь вожутных будет проходить по местному времени. Все, приехали мы в отель. Ну, примерно время заняло минут 40. После того, как мы вышли из аэропорта. Так, все, будем заходить. Смотрите, как все выглядит. Так, вещи ставим здесь на улице. Так, багажа оставались, а мы уже начнем. Нашу температуру меряем. Давай сюда поставлю. Так. Температуру не будем мерить. Или померяем. Идем? Да, идем. Короче, приехал в отель, и интернет эти салата ловит отлично. То есть, все хорошо, полные палочки. Не, ну, хотя одна пропадает, но, то есть, это не жесть. Вот, видосы, думаю, могут нормально грузиться. В крайнем случае, короче, аэропорт рядом. Я думаю, если что мы пешком с тобой пойдем в аэропорт и купим себе интернет. У меня просто осталось 900 мегабайт этого интернета. Но еще протестируем отельный интернет. Вот, это первый раз и без интернета. Короче, я просто в шоке. Ты не в шоке? Нет. Не в шоке? Еще пока нет. Еще нет. Или я нет? Ну, холл у отеля большой, просторный. Уже забрали наши паспорта. Сейчас здесь будет, сейчас, ну, как, зарегистрируют нас и уже будем заселяться. Сказали, вроде бы, как, сейчас, получается, 7.50 утра. Сказали, заселят не в 2 часа, а пораньше заселят. Вот, без какой-либо доплаты. Принесли welcome drink. Ну что, давай. Ну давай. За твое, это пребывание в Африке. Да, или я первый раз в Африке. Да. Так, по поводу завтраков сказали, я говорю, можно пойти на завтрак? Сказали, завтрак, Алексей, для тебя будет стоить 10 евро. Вот, поэтому раньше времени тут никто никуда не спешит никого заселять. На завтрак тоже не пускают. Я обычно, знаете, в отеле, когда приезжаешь, там, например, если номер не заселяют, то на завтрак обычно всегда пустят. А тут видно, людей вообще нету. И они и не заселяют, да? А он тебе номер за деньги, да, предлагал? Да, он сказал, что вообще, типа, нам полагается, ну, стандартные номера, они, типа, вот там находятся, но есть вот сейчас готовый номер, прямо сейчас можно дать вот сразу, вот здесь. Но за деньги. Да. Да. Но я спросил, за сколько денег, он сказал, ну, типа, по желанию, как тебе, посчитайте нужным, могу вам сразу. Ну, короче, я не знаю, будем ждать. Нам, в принципе, хороший номер не нужен, все-таки, если плохой номер, это будет трэш-контент. Трэш-контент смотрят лучше, поэтому... Ну, смотри, вот этот номер, он находится возле бассейна, возле вот этой всей движухи. Если вечером тут будут отдыхать люди, наверное, тут будет шумно. Ну, да, да. Вот те номера, они подальше, как бы, от бассейна, там, наверное, потише, поспокойней. Ну, да. Там, что надо. Да, в принципе, если честно, мне вообще все равно, куда нас заселят. Близости, смотри, людей еще вообще. Да, вообще нет. Сейчас прогуляемся к морю, сейчас очень жарко, прям солнце печет, я иду и просто плавлюсь, как этот сырок, как масло на блинчике, вот так вот. Еще просто после самолета, такие замученные, вылет был 3 часа ночи, короче, толком не поспали. Ну, как, я спал в самолете, но все равно не выспался. Я вырубился в самолете еще до взлета. Я помню, последние это показывали, вот этот инструктаж, эти жилетики, и я такой уже, потом открываю глаза, уже рассвет, очень красиво, ну, мы летели, и только солнце, оно начинало там подниматься, такое оно оранжевое было. Ого. Вот оно, Красное море. Видите? Я в последнем видео искупался, и оно меня позвало, и я вот опять уже, получается, прошло немного времени, опять отсюда вернулся. Сказали, нам по дороге рассказывали, что Марсалам номер один по красоте подводного мира. Ну, посмотрим. Номер один по красоте Красного моря, вот так он сказал. А, ага. То есть, даже круче, чем шарм. Обычно, что там в шарме кораллы, но здесь прям сказали вообще, что там мега крутое. По живности, то есть, вообще тут. Ага. Это мы все будем смотреть, изучать. Ну, что, уже 9 часов утра, и нам дали комнату. А браслеты, может, браслеты спросим сразу? По поводу, может, мы еще могли пользоваться барами. Ага, ну да, да. Они предлагали нам и раз за деньги, короче, мы отказались. Я говорю, мне, в принципе, вот то, что положено, то и давайте. Вот так вот. Не знаю, какие здесь есть нормальные. Тут без разницы, по-моему. Ну да, то есть, территория, в принципе, огромная, ну как, большая. Вот, ближе, дальше. Ну да, он нам на втором этаже отправил, сказал, говорит, идите сами, а сейчас вещи принесут вам. Сейчас мы будем искать наш номер. Так, ну что, вот он наш номер. Так, ну что, я быстро покажу ванну, туалет. Ну, понятно, обзор отеля я еще потом сделаю. Ну, в принципе, так, как сказать, симпатичненько, вроде нормально. Ну да. Вот. Как кондиционер тут работает, надо сейчас поставить вообще... А, меньше на ней делается. Все, ставлю на 16 и максимум, потому что сейчас очень жарко. Фан, авто. Ну, вроде работает тихо. Или нет? Ну, в принципе, да, нормально. Так что, вот такие дела. Вот такой наш номер, короче. Я после дороги очень уставший. Поэтому, не знаю, будем спать или не будем спать. Браслеты нам еще не наклеили. Сказали пользоваться этой... Ну, барами пока что нельзя до 10 часов. Это тоже первый раз. Только обычно сразу дают эти браслеты. Кстати, если по номеру, смотрите, вот есть кровать. И сразу дали еще пляжное полотенце с полотенцами. Вот, у нас два полотенца. Да, такая сумочка. Нет, у меня первое впечатление от номера такое, ну... Нормальное, да? Да, да. Он такой просторный, на самом деле. Есть стол, да. Кровати, посмотри, прям такие широкие. Обычно они, ну, типа, поуже. Потом водичка сразу, есть электрочайник, кофе, то есть чашки и холодильник. Может, еще в холодильнике что-то есть, сейчас гляну. Наверное. А, это сейф? А. Нет, это холодильник. А, это холодильник. Да, в холодильнике воды нету, да. То есть, вот она, вся вода здесь. Пишет, free. Все, будем восстанавливаться после дороги. Всем пока, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Квартиру, машину, вертолеты, яхту и путешествия. Всем пока.